В Казахстане будет ужесточен контроль ввозимых в страну зарубежных товаров. В особенности это коснется объектов интеллектуальной собственности. Таким образом, таможенники намерены защитить внутренний рынок от контрафактной продукции. Чем грозит присвоение чужого товарного знака, расскажет Айрки Ермек. Новый департамент государственных доходов будет уделять особое внимание защите прав интеллектуальной собственности. Управление обеспокоено возросшими объемами контрафактной продукции в стране. С этого года на 300 единиц увеличен список товаров, включенных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Если на таможне обнаружится, что продукции нет в этом беречне, то растаможка груза будет приостановлена на 10 дней. Правообладатель может продлить этот срок еще на 10 дней. Все это время товар будет находиться на складах временного хранения. Если предприниматель привез какой-либо товар, как сейчас называемый, распространенную брендовую продукцию, и он в самом деле содержит какую-то интеллектуальную собственность, то этот товар будет таможенным органами досмотрен и дополнительно будет направлен запрос в международную организацию, то есть товар обладателя авторского права. Если у поставщика нет разрешения от правообладателя, по решению суда груз могут и уничтожить. Внимание таможенников привлекут в первую очередь поставщики больших партий. Предприниматель Ирина Бондарь реализует в Алматы брендовые вещи российских производителей. По ее словам, налоговая нагрузка на ввоз товаров интеллектуальной собственности слишком высока. Объем налогов, которые от нее ждут фискалы, не сопоставим с ее заработком. Брендовая одежда, она очень дорогая. Налоговая нагрузка получается очень низкая, коэффициент, если высчитывать. Откуда взяли 3,3% коэффициента налоговой нагрузки? У меня просто как бы не выходит. Это очень много, да, потому что у меня никакого налога другого, кроме как соцналога. И КПН у меня сейчас тоже нет, потому что у нас убытки идут. Несмотря на действовавшие в прошлом году моратории проверок МСБ, налоговые поступления в городской бюджет составили 1,16 триллиона тенге. На сферу торговли пришлось 33% от этой суммы. Фискалы уведомляют, что вместо плановых проверок сейчас действует камеральный контроль. Поэтому расслабляться бизнесменам не стоит. Аир Кирмек, Рашидин Якубов, телеканал Алматы.